Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» и в студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Заключительное заседание ученого совета КФУ. Как в университете развиваются цифровые образовательные ресурсы? Студенты КФУ получили стипендии мэра. По сложившейся традиции Казанского федерального университета предновогодняя неделя является временем для подведения итогов. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание ученого совета. Подробности далее. 25 декабря состоялось итоговое в 2018 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под приседательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Заседание уходящего года началось с приятной ноты. Отличившиеся сотрудники вуза получили из рук ректора грамоты и награды. Почетным гостем заседания стал российский ученый-востоковед, научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин. Высоко оценив достижения и результаты сотрудничества с Казанским федеральным университетом, он наградил ректора Ильшата Гафурова медалью имени Игнатия Крачковского за выдающийся вклад в востоковедные исследования. Одно из достижений последних лет это установление тесного сотрудничества с КФУ. Мы очень рады этому, у нас много проектов, мы очень этим гордимся. Для университетского сообщества 2019 год станет дважды юбилейным. КФУ отметит 215 лет со дня своего основания. А Институту международных отношений, которая являлась одним из первых факультетов тогда еще Казанского императорского университета, исполнится 200 лет. Академичность, в какой-то степени консерватизм позволяет нам принимать взвешенные решения и сохранение наших учебных и научных учреждений, прежде всего говорит о том, что они востребованы. Что касается основной повестки дня, ученый совет рассмотрел две темы, которые станут ключевыми в 2019 году. Год Ивана Симонова в КФУ и то, что университет продолжит вручать премию Лобачевского. Каждый год в КФУ принято посвящать жизни и творчеству какому-либо ученому или творческому деятелю, имеющему прямое отношение к историческому становлению «Альма-Матер». 2019 год в Казанском университете будет посвящен астроному и ректору Казанского императорского университета Ивану Симонову. Нам кажется, что вот это большое празднование, 200-летие открытия партии, было бы таким трамплином, чтобы мы показали, что Казанский университет в этом открытии, в семейном открытии, принял такое важное участие. Чтобы поощрить ученых-математиков за труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, КФУ продолжит традицию вручать престижную премию имени Николая Лобачевска. Данные награды удостаиваются выдающейся математике раз в два года. В 2017 году ее обладателем стал профессор Калифорнийского университета США Ричард Шейн. С определенной периодичностью эти награды будут вручаться, но говорили тогда один раз в два года. Сумма времени, значит, в том, что раз было 70 тысяч, и, понятно, это было связано с юбилейной датой. В этом году предлагается пока в размере 30 тысяч долларов. Стоит отметить, что 2018 год в Республике Татарстан и Казанском федеральном университете проходил под именем Льва Николаевича Толстого. Ильчат Гафуров дал высокую оценку проведению года Льва Толстого в КФУ. Исследовать наследие классико-университетские ученые продолжат в специальном научно-образовательном центре. Данный центр является совместным проектором Казанского федерального университета, фемориальным и природным заповедником, музеем-усадьба Льва Николаевича Толстого и Ясная Поляна. На повестке дня также стояли темы, которые требовали широкого обсуждения, вопросы, связанные с избранием на должности. Стоит отметить, что в 2019 году изменения ожидают организационную структуру и Лаборского института КФУ, институт вычислительной математики и информационных технологий, на базе которого планируется запустить учебно-научную лабораторию по цифровизации медицины. Завершая итоговое заседание ученого совета, проректор по финансовой деятельности Райса Мулакаева представила статистику средней заработной платы профессорско-преподавательского состава. По представленным данным прогноз средней зарплаты на 2019 год составит 69 872 рубля. Разница по плану на 2017 год составила 7440 рублей. Ученым советом было поддержано предложение о разделении премиальных выплат на две части. Первая из них 0,5 от оклада будет выплачена всем без исключения сотрудникам профессорско-преподавательского состава. Оставшиеся средства распределят в зависимости от результатов внутриуниверситетского рейтинга института в январе 2019 года. Диана Шилова, Льнар Давлетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел семинар по разработке и внедрению цифровых образовательных ресурсов. Использование онлайн-платформ найдет свое место в научно-образовательной деятельности всех институтов университета. Подробности в следующем сюжете. Ректорский семинар состоялся на площадке Института психологии и образования КФУ, ставшего центром ответственности по разработке курса дистанционного обучения. Дело в том, что все эти данные, которые появляются для исследования, они предоставляются платформами обучающих. У нас в университете тоже действует обучающая платформа, основанная на системе Moodle. И мы сняли небольшую статистику, которая сейчас доступна, собственно, ее можно посмотреть. Говорилось о том, что у нас создано достаточно большое количество онлайн-курсов для смешанного обучения, для использования как дополнительный материал в рамках традиционного обучения. Так вот, в настоящее время у нас на платформе 1413 курсов Moodle. Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей студентов, используя современные методы, средства, формы обучения, в том числе дистанционные, является одной из приоритетных задач Казанского федерального университета. Важное исследование тоже показывает о том, что без активной роли педагога, либо модератора, либо тьютера, который так или иначе присутствует на этих курсах, сильно снижается эффективность курса. То есть без какого-то контакта с модератором на курсе, чистый онлайн-формат обучения не дает высокой эффективности. Как показывает опыт, полноценное внедрение цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс позволяет лаконично дополнять, сочетать традиционные методы преподавания с новыми, объективно оценивать качество восприятия предмета, обеспечивать построение траектории развития индивидуальных способностей студента или школьника и, как результат, делать собственные открытия. Не секрет, что организационное, психологическое и педагогическое сопровождение цоров это очень непростая задача сейчас. Кроме того, необходимы мониторинговые, в том числе психометрические исследования по сопровождению процесса использования цоров. Эта работа будет налажена в процессе апробации подготовленных цоров во втором семестре и мы тоже постараемся вынести это на семинар. Такие исследования одновременно станут основой для наших научных статей. Своим опытом поделились специалисты Института психологии и образования Казанского федерального университета. Основные темы докладов коснулись знакомства с электронными платформами использования инновационных образовательных технологий в практике института. Нам обещали, что муки станут демократизирующим фактором образования, что образование от лучших профессоров станет доступно всем. Так вот, исследования показывают, что этого не происходит в настоящее время и студенты, несмотря на то, что мы видим взрывной рост количества студентов, которые обучаются на муках в развивающихся странах, тем не менее, в большинстве случаев они эти курсы не заканчивают и бросают обучение на каком-то этапе, не получая сертификата. Видение качественного контента для онлайн-платформ КФУ может отличаться среди представителей институтов. Чтобы было легче прийти к единому мнению, ректор университета озвучил новое поручение. Каждому институту университета до 1 февраля 2019 года необходимо составить перечень рекомендаций по развитию цифрового контента образовательных программ. По результатам состоявшегося ректорского семинара пройдет цикл конференций и встреч, где профессорско-преподавательский состав вуза поближе познакомится с деталями использования цифровых технологий. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. Казанский федеральный университет вносит значительный вклад в науку. Это заслуга не только ученых, но и студентов университета. Именно поэтому они были награждены стипендиями мэра Казани. Подробности в следующем сюжете. На церемонии награждения конкурса на соискание именных стипендий мэра Казани, в которой принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, наградили 38 лучших школьников, студентов и аспирантов Казани. Треть стипендиатов – представители КФУ. Среди них 4 студента Казанского федерального университета. За свои проекты в областях социально-гуманитарных, технических и естественных наук они получили денежные поощрения – от 20 до 30 тысяч рублей. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok